Чтобы лучше видеть, в единой дежурной диспетчерской службе появилась видеостена. Пока она работает в тестовом режиме. Комплекс мониторов подключают к системе «Безопасный город». В него заведено более 170 камер с улиц Сургута. Новинка позволит операторам наблюдать за картиной в городе онлайн, рассматривая выбранный участок в деталях с отличным качеством передачи изображения. Систему специалисты уже применяют, выявляя, кто из сургутян, например, нарушает установленный режим самоизоляции. Есть такая функция в случае установления лица, как я говорил, загорается красная лампочка, идет звуковой сигнал, когда система опознает то лицо, которое внесено в базу. Но тем не менее, надо понимать, что человеческий фактор. Либо здесь, вот они все четыре, все пять видят. Информацию система берет из соответствующей базы данных. Решение о покупке комплекса было принято на одном из заседаний оперативного штаба Югры. Видеостена российского производства обошлась в почти 3 миллиона рублей. Система способна выводить одновременно онлайн-картинку с 9 точек и с 5 разных источников. И призвана помочь диспетчерам в ходе мониторинга ситуации в случае ЧП. Операторы, подробно рассмотрев все детали происходящего, могут принять оперативное решение по реагированию на чрезвычайную ситуацию. Часть сургутских камер оснащена многократным зумом, что позволяет приблизить изображение в десятки раз практически без потерь в качестве картинки. Эта видеостена вообще в ЕДДС во всей Северной Федерации, не только у нас, в обязательном требовании должна находиться видеостена. Мы, муниципальное образование, вот сколько лет уже без видеостены работаем, вот только вот выдался случай, поднимеем и вот приобрели вот эту видеостену далее. А так вот до этого у нас вообще ее не было. Для удобства работы диспетчерского персонала, прежде всего. Для оперативности реагирования. Или вы на маленькой картинке смотрите, или большой вывели и рассмотрели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова